Надо понять, что женщине нравится. Вот что женщине нравится. Женщине нравится, когда она вот как вот женщина, вот мужчина, сейчас я вам расскажу, как женщина представляет. Потому что я вижу людей, чувствую. Она как представляет? Она вот вот я. Ну женщина сама не может терпеть свои эмоции. Она говорит, я уже не могу, мне надо кто-то, человек какой-то, чтобы он мне помог. Я уже сама с собой не справляюсь. Вот так женщина в основном чувствует. И какой человек нужен вообще? Нужен человек, который... А он спокоен. Вообще ничего не говорит. Спокоен. Она сразу... Думаю, как классно, как классно вообще. Да, женщина или нет? Да. От вас не требуются слов никаких. Вот допустим, мне жена говорит... Я вам по секрету говорю. Ну, по секрету. Потом в ютубе выставлю. По секрету. Я тебе никогда не любила. И вообще не понимаю. Мы с тобой абсолютно несовместимы. Я вообще не понимаю, зачем я за тебя вышла замуж. Испугались вы все, да? Да? Да. На следующий день. Я говорю, моя дорогая. Она такая подходит и говорит, а ты вообще как среагировал на то, что я сказал? Я говорю, я одна что-то сказал. Ну, как ты среагировал? Я сейчас вам открою тайну одну. Это тайна касается всех женщин. Женщина, когда она чувствует, что ей плохо с мужчиной, и он такой сильно непробиваемый, ей надо, чтобы ему было плохо тоже. Иначе она не будет счастлива, не будет чувствовать себя хорошо. И если мужчина, вот представьте, я вообще непробиваемый человек. Ну, как меня можно вывести из равновесия? Ну, единственный способ сказать, что я тебя вообще не люблю, не хотела с тобой жить никогда. А теперь, внимание, момент истины. Правильно. Поднимите руку женщины, кто именно так и делает. Видите? А остальные, да. Остальные не подняли руки, потому что неудобно как-то рассказывать. Делали. Мои хорошие, женщины все примерно одинаковые. Некоторые, может быть, не скажут, но подумают. Если мужчина так делает? Ну, это тема завтрашней беседы. Когда мужчин не будет. Сейчас давать не будем, это уже сложности определенные. Итак. Мужчина должен быть как скала, а женщина как волны. И когда она чувствует, что можно так разогнаться и так хорошо, в скалу так удариться и скатиться. То ей очень нравится такой человек. А если как бы она ударилась, и он дал трещину, он думает, что-то слабенькое. Мне такое не подходит. Теперь, как бы, вот, мужчины, внимание. Вот скандал, это женская энергия или мужская? Какая? А вот если мужчина начал ругаться с женщиной, вот не важно, какая тема, может, она вообще там тысячу раз плохая. Мужчина начал с женщиной ругаться, вот, в принципе, кто будет прав в конце, а кто не прав. Ну, куда эти с трех раз? Женщина права будет. А он не прав. И знаете, у нее есть тысяча способов быть правой. Даже если она не права, она может сесть вот так вот. И все, он тычет, ты че, че такое? Все. Потому что ей против лома нет приема, понимаете? Вариантов нет уже, у мужчины нет вариантов дальше что-то делать. Если у нее нет других вариантов что-то сделать, она садится и уже применяет лом. И все, и он побегает, а нет, все нормально, ты права, я не прав. Ну, даже просто возьмите, вот, вы ругаетесь, допустим, мужчина, женщина, вы ругаетесь. Ну, давайте разберем эту ситуацию более детально. Дети на чьей стороне будут? Мамы. Собачка. Кошка. Тараканы. Все на стороне женщин. Ты один. Че, с кем ты решил ругаться-то? Если она вообще нормальная женщина, то свекровь тоже будет, ну, теща тоже будет на ее стороне, свекровь будет на ее стороне. Все, все будут, если она нормальная, она с мамой мужа тоже найдет общий язык. И та будет тоже на нее стороне, скажет, ты че ты, как бы, че ты так себя вел с ней, это твои проблемы. Он не найдет поддержки. Он друзьям позвонит и скажет, у меня жена, представляешь, как себя ведет? Он в этот друг скажет. Поддержка? Если женщина подружке позвонит, она скажет, у меня там кто-то, что-то скажет, я тебя так понимаю. Да, ты моя хорошая, так держись. Ты сможешь. Он мужу, он звонит своему другу. Ну, че ты сам такое взял себе, че тогда ты мне звонишь? То есть мужчина совершенно в споре с женщиной абсолютно невыгодное положение имеет. Поэтому спор, это, во-первых, женская энергия, не мужская, чтобы вы понимали. Это не мужская энергия, это женская энергия. Поэтому мужчина не должен спорить. Не надо спорить с женщиной. Надо просто понять одну простую вещь, что если женщина захочет, то она сама все прекрасно поймет. Потому что у женщины интуиция колоссальная. Она прекрасно знает, что ты от нее хочешь. Вот мужчина пытается ей объяснить. Да она в сто раз уже поняла, что ты объясняешь. Она не согласна с тобой, потому что ты плохо себя с ней ведешь. Ну, замолчи просто, успокойся, не обращай внимания. Женщина поистелит, покричит, потопает ножками и потом будет тебя любить, уважать на всю жизнь. Что ты вот так вот спокойно дал ей возможность быть неправой. Просто молчишь и все. Кто-то заставил тебя поменять свое мнение? Нет. Ты остаешься при своем мнении. Женщина будет уважать твое мнение, если ты так себя ведешь. Просто не разговариваешь с ней, молчишь спокойно и все. День-два помолчала, она потом будет вести себя аккуратно с тобой. Будет решать этот вопрос уже по-доброму. Потому что она видит силу, когда женщина подчиняется только силе. Благородной силе. Она не будет подчиняться истерикам, ищем мужским. Никогда. Если мужчина начинает ругаться, женщина никогда не будет часто убить. Как воспитывать женщину? Силой. Сила означает молчание, терпение, не обращать внимания. Так сила работает мужская. Когда он вступает в спор, доказывает, это слабость мужчины. Причем вот такой мужчина сильный, который не спорит с женщиной, он побеждает врага, он будет храбро себя вести так же на поле битвы, он в обиды никого не даст. И он с женщиной ведет себя очень спокойно. Не обращает на нее внимания. Она может рядом с ним истереть, обижаться, что хочет делать. Спокойно. И когда она успокаивается, она приходит к нему уже по-доброму, спрашивает его ласково. Вот я вот так себя вела, но я на самом деле хотела тебя вот о чем спросить. Ну давай, говорит, хорошо поговорим, давай теперь. И она уже разговаривает нормально, потому что она поняла, что у него такое мнение, его не изменишь. Она приняла это мнение уже и начинает обсуждать уже по-доброму. Почему так? Почему такое мнение? Почему не другое? Уважительно, потому что она увидела силу. Мужчина по-мужски себя ведет. А если мужчина не по-мужски себя ведет, он спорит, ругается. Она разочаровывается в нем. Она чувствует, что как вот с таким человеком жить? Он слабый. Он не может терпеть мои эмоции. Не может все время ругаться, спорить. Как вот мне с ним жить? Нет защиты. Она чувствует себя беззащитной. Беззащитной. Чувствует, что нет прибежища в жизни. Защита. Так или нет, женщина? Это мужчина, обязанность мужчины не спорить. Женщине все равно ничего не докажешь. Безполезно. А мужчине можно что-то доказать? Нет, тоже не докажешь. Мы с вами будем говорить о том, чуть похоже, как решать конфликты. Вот есть конфликт, как женщина должна себя в конфликте вести, как мужчина должен себя. Если хотя бы один себя ведет правильно, то внутри чуть-чуть постепенно разрешается. Могу сейчас рассказать вам, если хотите. Давайте возьмем непреодолимые качества человека. У мужчины непреодолимое качество – это его мнение. Мужчина создает мнение годами. И он создает его не потому, что какой-то лектор там что-то сказал. Мужчина слушает, как бы с ушей стряхивает. Он никогда не создает свое мнение просто на слова. Мужчина свое мнение создает всегда на действиях, на поступках, на событиях. Мнение мужчины всегда основывается на его жизни. Вот он в жизни что-то произошло, и он формирует свое представление обо всем. Мужчина всегда через жизнь. Поэтому у мужчины мнение очень крепкое. Изменить его просто типа «давай вот так» – это все абсолютно бесполезно. Изменить мнение мужчины нельзя с помощью беседы. Тогда вы скажете «а как можно тогда изменить его мнение?» А изменить мнение мужчины можно только если он пойдет в ту сторону, в которую вы ему предлагаете идти. И он может пойти только по одной причине. Потому что вы очень хороший, добрый, нежный человек. Просто ради вас. Он может это сделать ради эксперимента. Вот допустим, у меня когда с глазом были проблемы, я же знаю, что там происходит. Я тоже как удачу, вижу все. Но я не понимал последствий. И моя жена очень нежно, мягко, ласково просила меня сходить в доктор наук по глазняку. Она просила меня по-доброму. И когда мы пришли на прием, у меня доктор наук, эта жена рядом сидит. Она была условия, что она будет рядом сидеть. Он говорит «ну ладно, хорошо, вместе приходите». Он меня спросил «на что вы жалуетесь?» Я говорю «я ни на что не жалуетесь». Он говорит «тогда зачем вы сюда пришли?» Я говорю «потому что так жена захотела». И она тогда, он ее спрашивает «на что вы тогда жалуетесь?» Она говорит «у него вот такие симптомы в глазу». Ну раз, жик-жик-жик, все он понял. И в результате он мне особо там не помог, глазные капли выписал. Но я понял, что делать. И сейчас ставлю себе семена в ухо. И у меня глазное давление нормализуется. А глазное давление повышалось, оказывается, от компьютера, от света, который мне в глаза направлялся. Также она мне помогла избавиться от глазного давления. Она просто, ну, эту тему мне подняла. И он мне объяснил, если я не буду нормализовывать давление, то через несколько лет я ослепну на этот глаз. А я так не размышлял. Я ей благодарен за то, что она это сделала. Но как она это сделала? Она меня не заставляла. Она просто просила меня, потому что ей это надо. Она просто, пожалуйста, ну, я буду беспокоиться. Мне будет тяжело. Давай сходим. Ну, ты как бы, конечно, ты все знаешь, ты понимаешь, ты врач. Ну, давай сходим, потому что мне надо. Вот мне это, для меня, можешь сделать? Я говорю, для тебя могу. И мы пошли, я для нее пошел, пришел к этому врачу, сел. Он говорит, что вы от меня хотите? Я говорю, я ничего. Вот, она так мне помогла, жена. Женщина – это сердце мужа, жена – это сердце мужа. Мужчина – это воля жены. А жена – это сердце мужа. Но применять это сложно. Для этого нужно очень аккуратно, зная, что мужчина не согласится. И зная, что когда даже он согласится, это не значит, что он поймет. Он поймет потом, когда он в эту сторону пойдет. Вот когда я сходил уже в врачу, я понял, что это надо было. Но в это время, когда я пошел, я не понимал. Просто это делал ради жены. И вот так женщина должна вести, она должна мужчину в эту сторону повести. Были случаи, когда мужчина приходит, женщина, вот я вам расскажу историю. Мужчина начал ходить с женой на лекции. Знаете почему? Потому что она говорит, я одна не пойду, я стесняюсь, мне там тяжело, а мне надо лекцию слушать. И она уговаривала его. И он ради нее пришел, сидит, слушает. Слушал лекции ради нее. Потом он долго ездит в машине, долго на работу ездит, пару часов где-то. И там делать нечего. И он начал включать мои лекции, чтобы поспорить. Он как бы сидел и спорил со мной. Это мужчина мне это рассказывал сам. Он сидел в лекцию, слушает и спорит. Вы знаете, какой-то сериал один был. Мужик пьяный сидит возле телевизора. И там говорит, в Москве погода такая-то. Он говорит, да не надо мне в Москве, ты мне в Таганроге скажи. Ну вот так он сидел, спорил со мной насчет лекции. Время так интересным было, поскоротать время. А потом он начал смотреть в жизни, пробовать в жизни, как происходит. И он видеть начал, что это точно так работает. И тогда он начал доверять, слушать лекции, потом сам встал. Так она, ну, мужа начала развивать своего. И она типа, да ты дурак, иди послушай. И умные люди говорят. Кто из вас так может говорить? Не хотите рог поднимать? Правильно. Так нельзя. Это неправильно. Мужчина не может быть дураком. Вот, допустим, как женщина слушает лекции. Вот первый раз, кто из вас первый раз на лекцию пришел? Вообще никогда не слушали, никогда вас кто-то привел. Нет, женщина есть? Вот вы, да? Знаете, как женщина слушает? Она слушает. Мое не мое, мое не мое, мое не мое. Вот так она слушает. Вот мужчина в первый раз, да, пришли. Вот мужчина, знаете, как слушает? Он смотрит и думает. Дурак не дурак, дурак не дурак. Ну, если не дурак, послушаем. Если дурак, значит я пошел. Если женщина мое, значит слушает. Теперь дальше что происходит, посмотрим. Вот женщина, допустим, она мое. Мужчина, все уши затыкаете, короче. Женщина слушает. Мое. Дальше что будет? Она такая. Себя все всасывает. Потом полностью ей надо все, вот если это такая правильная вещь, что надо все, вот чтобы во всех сторонах ее жизни это все прорисовалось. И она это все делает тихо. Потом проходит два месяца, и муж узнает, что жена уже тугая. У нее все в жизни по-новому. Она теперь будет жить вот так. Кто виноват? Олег Геннадьевич. Один мужчина приходит на лекцию, на мою. Сел такой. Я, ну, как бы. Я спрашиваю, вы зачем пришли на лекцию? Он говорит, я хочу понять, как теперь жить со своей женой. Кто вот мужчина, кто пришел на лекцию без этого? Поднимите руки. Есть такие? Ладно, у нас нет. Ну, вообще, бывает. Сам мужчина пришел. Он подумал, что у жены все поменялось теперь. Она совсем другая стала. Все. Так же все женщины. Слушайте лекции. Поэтому мужчины боятся на лекции. Мужчины, женщины, пускай свои. Правильно делают. Женщина так воспринимает мир. Она как все впитывает в себя и потом так живет. Это для меня самое страшное, когда жена входит на какие-то лекции. Она пошла на гидбалай. Я потом кораллы два года жрал. А, нет, коралловый клуб она пошла. Два года гораллы жрал. Честно. Почему? Потому что она изучала, как лечить мужа. Я говорю, да не подходит мне этот коралл. Она говорит, нет, подходит. Если я запротивляюсь, то она потом две недели со мной не разговаривает. Это легче коралл сожрать, чем как бы вот это все, как бы терметь. Слава богу, через два года она пошла на магическую уборку. Кораллы закончились. Но то она все начала белье в трубочке сворачивать. И мне показывает, тебе красиво? У меня очень толстый, чем кораллы жрали. Она убралась магически у себя, потом пошла к подружкам и подружкам все. Мужьям тоже все понравилось. Это женщины. Они такие по природе. У них акции в сердце. Надо вдохновляться на что-то, иначе не интересно, скучно жить. Надо вот так вдохновляться, менять жизнь. Поэтому женщина это как локомотив. Знание в семье. Она близко к богу находится. У нее сердце очень... Поэтому женщина это совесть в семье. Она постоянно все смотрит, изучает, подсказывает. У нее очень практичное сознание. Она знает, как лучше сделать для детей, для мужа, для родителей. Вот так устроено сердце женщины. Она все подстраивается. Вот у меня жена точно знает, сколько мне наложить надо, чтобы я не переел и не был голодным. Вот она салат кладет, она мне раз, ложку такую, оп, и на лету останавливается, такая, раз, назад. И прямо я смотрю, она лишнего кладет, она назад. Представляете? Вот у женщины так психика устроена. Если, допустим, женщина может слышать, как с площадки люди подходят, она знает точно, кто пришел. Или по стуку, по звонку она знает точно, кто пришел. Согласны, женщина? Да. Мужчина не знает. Она может определить точно, что муж гулял. Она может волос заметить на маленький волосок, заметить на курочке. Морда, что у него масляная. Она чувствует энергию другой женщины, такая, раз. Ты где был? На работе задержался. А это откуда? Волос такой женский. Запахи чувствует женщина. От него пахнет. Другой женщины. Вот такая природа. Удивительная, чувствительная у женщины. Тонкая, сохраняющая семью, отношения, настроенная на заботу, на помощь. У женщины психика так устроена, что она живет счастьем. Не своим. А счастьем близких людей. Мужчины, вам эта фраза что-то сказала, не? Вы как бы нормально к этому отнеслись, то, что я сказал? Нормально? А вы понимаете последствия того, что я сказал? Понимаете? Это значит, что у вас своего счастья в жизни уже не будет. Да, в жизни есть. Потому что жена будет все контролировать. Он скажет, мужчина подходит к жене, говорит, я вот тебя спрашиваю, как ты зарядку делаешь, как ты кушаешь, как ты одеваешься. Я тебя спрашиваю, она говорит, нет, ты меня не спрашиваешь. А почему ты тогда, вот все тебе надо это, вот все контролировать, все. Как у меня что лежит, куда я пошел, что я делаю, как я кушаю, как я зарядкой занимаюсь. Ты должна знать все. Так, женщина, или нет? Вот я вот уже ныне в WhatsApp, Telegram не смотрю. Жена у меня смотрит все, что я думаю. И не только жена. Вот я сейчас лекцию прочитал. Мама будет смотреть эту лекцию. И она все лекции мои смотрит. Потому что женщины живут счастьем своих близких людей. Они не своей жизнью живут. Они живут счастьем своего ребенка. Как он живет, они проникаются в их жизнь. Они проникаются в жизнь мужа. И это значит, что ты не сможешь уже своей жизнью жить. Ты женился. Теперь уже вместе с тобой, твоей жизнью будет жить твоя жена. И поэтому не удивляйся, что она тебя замучила. Ты туда пошел зачем, сюда пошел зачем. А это зачем ты делаешь? А зачем ты так думаешь? А зачем ты так смотришь? Что ей это не нравится? И она будет несчастной ходить. То есть, если женщина не туда посмотрела, мужчину как бы по барабану. Ну, как бы особо это не волнует. Что он там одела? Женщина все будет контролировать. Что он ест? Вот вы, мужчины, знаете, что жена ест вообще или нет? Нет? Как вы думаете, ваша жена знает, что вы едите? Как вы спите, она знает. Вы знаете, как она спит вообще? Нет. А вы знаете, что она про вас знает все? Что, я что-то не хочу? Кошлой, какая-то женщина уделилась сама себе. И мужчина такой в отчаянии. У меня вообще может быть своя жизнь здесь в этом доме или нет? Нет. К чему? Потому что сменился. У тебя раньше своя жизнь была. Теперь давайте это изучим глубже. Почему так? Потому что женщина это энергия, мужчина сил. Чувствуете, в чем разница? Вот, допустим, трактор едет, у него есть энергия. Это бензин. Без бензина трактор будет ехать? Нет. А сила в чем-то у трактора? В его моторе, сила лошадиных сил, там сколько в двигателе, насколько у него возможность ковшом копать, сколько тонн он может поднять с земли. Вот это сила называется. А бензин это энергия. Вот бензин в жизни человечества это женщины. А мотор это мужчины. И каждый выполняет свою роль. Без бензина никто не поедет. Если женщина не родит человека, человек не родится. Если женщина его не выносит, значит он умрет, даже если он родится. Женщина вдохновляет, женщина дает жизнь, женщина забирает жизнь. Как женщина забирает жизнь? А об этом мужчины ничего не знают. Мужчина бросил, допустим, жену с тремя детьми. Дальше что будет? Догадайте с трех раз. Она просто подумает. Но он их бросил, еще элементы не платит, не помогает. Она там одна выживает, как может, там работает, маленькие дети. А он балдеет там с чужой бабой. И она в сердце думает, ты за это ответишь. Хи-хи, мои хорошие. Дальше будет не хи-хи. Понимаете, от женщины такая сила исходит, что это страшно. Вот четыре человека пострадали от того, что он бросил свою семью. Вот она только так подумала, и дальше у него все в жизни будет валиться. Ни счастья, ни удачи, ни денег, ни нормальных отношений с следующей женой. Ничего хорошего в жизни уже не будет. Потому что так действует женская сила. Поэтому в Священном Писании говорится, женщины не связывайся. С детьми не связывайся. Дети Богом защищены. Старые люди Богом защищены. Обидел старика, получишь серьезные проблемы в жизни. Обидел женщину, особенно с маленькими детьми, получишь серьезные проблемы. Обидел ребенка. Как я изучал вот эту тему, хотел построить какой-нибудь пансионат на Григу-Море. Там, когда думал, для детей, наверное, сделать. И мне один специалист говорит, вот смотри, у нас на море, вот, там вот, тут они, утонуло, несколько мужчин. С пансионатом что-то произошло? Нет. Ну, все как работали, так работают. Два ребенка утонуло, пансионат закрыли, начальника посадили. Чувствуете, какая сила в детей идет? Что-то не так с ребенком, все на ушах, целая страна стоит. Женщины тоже несут в себе такую силу, Бог защищает их. Поэтому опасно бросать жену. Думаешь, я как бы, типа, что она мне сделает? Она тебе ничего не сделает, через нее идет сила, которая тебе сделает. Поэтому женщина, благословляющая сила, она дает человеку удачу. Жена дает удачу. Если жена, и сейчас вот война идет, и у меня же много слушателей лекций и в Украине, и в России, и везде. И они мне пишут, потому что мужья-то на войне, и там, и там. И они мне спрашивают, как сделать так, чтобы жив остался человек. И я смотрю, вот я разговариваю, вот в такой-то период, если оказывается, там не всегда человек может погибнуть. По периодам это бывает. И вот в такой-то период, я говорю, он может погибнуть вот от такого числа до такого. Потом она звонит. Смотрю, она его вымолила. Он не погиб, я просто вообще. И так постоянно. То есть женщина включается, молится, не дает как бы сердце своему почувствовать, что все. И он остается жив. Представляете, какая сила? То есть в него стреляют, пули не попадают в человек. Так, женщины, это мой опыт. И сейчас пишут мне много людей. Пытаются помощи получить какой-то. Женщины, когда молятся, шансов нет. Один вариант тоже был. Поссорились, муж с женой, поссорились. Мои знакомые. Вот он психанул, пошел на войну. Она типа психанула, как бы, твое дело. Погиб. Теперь она сожалеет, кается, раскается, что она не молилась за него. Вот так это работает. Женщина огромная сила. Огромная сила просто от нее идет. Если она захочет, она не смущение или подарит счастье, или наоборот, он будет страдать. Такая сила от нее идет. Она даже сама не знает. Женщины не знают этой силы. Мужчина больше знает свою силу. Женщина знает свою красоту. А силу она не знает. Поэтому надо изучать это все. Понять, в чем женская сила. Если женщина пересиливает себя, она не хочет плохо думать, а может. Старается хорошо думать о нем, благословляет его в своем сердце. Если он плохо себя ведет, она просто не разговаривает с ним, на дистанцию выходит. И мы это будем изучать тоже завтра. Сегодня мы говорим об обязанности. Потому что первое, что должно возникнуть в отношении сегодня, завтра, через год, через два. Я не знаю, когда у вас это возникнет. Но это называется, вещь называется уважение. И я вам сейчас объясню, что это такое вообще. И без него, без уважения, любви не бывает. Вот у человека, веды говорят, есть божественные качества. Бог дает как награду каждому человеку. Божественные качества. Вот какие женщине Бог божественные качества дает? Он ей дает красоту. Это божественные качества. Божественные. Дает доброту. Божественные качества. Дает нежность. Божественные качества. Дает способность любить людей. Вот мужчины любят людей. Они их убивают. Женщины любят людей. Вот на улице человек упал, кто к нему подойдет? Женщины. Женщина любит людей. Она видит страдания человеческие, видит любого человека, чувствует желание помочь у нее. Уже любой женщины это божественное качество. Желание помогать людям. Застенчивость. Верность. Божественное женское качество. Верность. Они вызывают восхищение. Эти качества. Но когда женщина видит божественное качество другой женщины, то она хочет быть такой же. Или завидует. Это не хорошо завидует. Божественное качество не хорошо завидует. Такой же быть хорошо. Она перенимает, значит. Если она видит красивую девушку, она хочет с ней быть поближе, дружить с ней. Она перенимает красоту тогда у нее. Если она завидует, тогда она наоборот разрушает себя. Это неправильно. Но мужчина, когда божественное качество женщины видит, то у него же этого нет. Бог ему этого не дает, а это надо в жизни. У него возникает чувство очень сильной потребности. У него возникает чувство, что он без этого не может жить. Он смотрит на девушку, допустим, он видит ее божественное качество. Когда он видит, когда судьба у них соединяется, он начинает видеть. И он такой, он не может без этого жить. Он думает, мне не нужны никакие другие вообще. Вот почему я в Баку был, там женщин воруют. До сих пор. Могут видеть, без нее человек не может жить. А люди горячие. По природе. Юг. Я не могу без нее жить. Почему? Я споровал. Да не могу я без нее жить. Ты понимаешь? Олег Геннадь, че ли нет? Ну я же не такой горячий, как ты, как я, ты мой. Все, сапфиры и алмазы, жемчуги и бирюзу. Все, отдал бы просто сразу за красивые глаза. Понимаете? Воруют женщин. Нет? А каковы женщины? Женщине? Некоторым нравится, а некоторым нет. Ну если женщине не понравилось, значит он как бы пожалеет, что я своровал. В Австралии есть один тип лягушек, они там распространились. У них рядом с мордочкой вот здесь вот яд. Выделяется яд сильный. И почему их много стало? Потому что когда, допустим, лягушками многие питаются. Там змеи, там всякие выдры, там много животных лягушками питаются. И когда эту лягушку глотают, вот так вот, вот, прямо съемка идет. Змея глотает лягушку, и потом выплевывает. И она попрыгала дальше. Почему? Яд. Поэтому не тус воровал, твои проблемы. Она тебя потом сгноит. Кавказскую тринезу смотрели? Не тус воровал. А? Обыдно. Обыдно было, да. Вот. Итак. Ну ладно, это вот другое. Божественные качества у женщин. Их любят, понимаете. У женщины есть человеческие качества тоже. Вот мужчин, давайте вот сейчас помедитируйте. Будете вы любить? Нет? Лень. Беспокойство ума. Сильная эмоциональность. Плаксивость. Неустойчивость психическая. Болезненность. Есть три стадии заболевания женщины. Первая стадия больна. Вторая стадия очень больна. Третья вдова. Муж уже умер, она все очень больна. Потому что, когда женщина больна, кому хуже будет? Тоже качество женское природа, женское качество. Если ей плохо, то ей одной плохо не будет. Плохо будет всем. Особенно мужу. А если наоборот? Как? Если наоборот. Что мужу плохо, он выносит мозг? Такое бывает. Но завтра будет. Так есть человеческие качества женщины. Кому нравится? Да никому. И никто их не видит. Когда человек прибирается, он этого всего не видит. Он потом уже будет это видеть. Мужчина, Бог что-то подарил мужчине? Нет, женщине? Божественное качество мужчины есть? Есть или нет? Нет. Нет. А? Кто считает, что нет, поднимите руку. Все считают, что есть, да? Божественное качество мужчины? Праврость? Терпение? Щедрость? Или нет щедрости? Нет. Вот, допустим, вы, женщина, денежку сработали. Заработали. И муж, ну, чуть-чуть, потратил на себя. Вот у меня к вам вопрос. Вы это когда-нибудь забудете? Никогда не забудете. Вы знаете, мужчины, вам тратить женщины, которая деньги заработала на себя? Мужчины, побойтесь Бога. Они этого никогда не забудут. Вот если ты ее деньги, которые она на себя потратил, она всю жизнь тебе будет вспоминать. Теперь мужчина деньги заработал. Сколько хочешь тратить. Он когда-нибудь об этом вспомнит? Нет. Щедрость. Качество мужское. Щедрость. Терпение. Самообладание. Храбрость. Рассудительность. Способность преодолевать трудности. Способность побеждать. Твердость духа. Сила воли. У женщины есть сила воли? Есть. Лавненько. У женщины другие есть вещи. У женщины есть воля. Есть. Она имеет коллективную природу. Для того, чтобы женщине вдохновиться, что-то делать, ей нужно, чтобы много женщин ее поддержало. И тогда у нее будет воля. А мужчина сам себя заставляет. Ну, не то, что женщина не может вдохновляться. Она может. Она может и прорубь залезть, и пробежки делать там. Все что угодно. Но нужно, чтобы были люди вокруг, чтобы ее поддерживали. Когда она это будет делать. А мужчина делает сам. Ему тоже нужна поддержка, но не так сильно, как женщина. Женщина вообще сама. Но она очень сильна, когда поддержка есть. Женщина женщине звонит. Ты давно завтра будешь вставать? Я хочу пораньше встать. Она говорит, ладно, я тоже встану. Потом трубку положили обе. Та, которая звонила, думает, я теперь придется рано вставать. Я сама сказала. А та, которая звонила, думает, неудобно теперь поздно вставать. И обещала. Женщина, потому что совесть, коллективное сознание. Они не могут по-другому сделать. Они обещали. Вот так вот. Мужчина звонит другому мужчине и говорит. Ты завтра давай пораньше встанем. Та, говорит, давай. Оба прах спали. Чего? По барабану. Ну, сказал, сказал. Совести нету. Пускай природа. Бессовестная. Взрастить. А? Взрастить можно или это тоже завтра? Бог вам совесть дал. Нет, а мужчине возможно в совесть взрастить? Вы совесть мужчины. А-а-а. А-а-а. Вы его совесть. Если вы хотите ключик до сердца, я вам расскажу, как это возможно сделать. Почему столько бессовестных ходят? Я теперь поняла. Потому что нужно... Женщины не знают, как ключик к сердцу, это большая тайна. Как сделать так, чтобы ключик к сердцу мужчины, открыть сердце мужчины, это большая тайна. Женщина, это ее обязанность прямая это сделать. И это непросто сделать, но это обязанность женщины, она должна это сделать. И так божественное качество у мужчины есть. У женщины не хватает этих вещей. Поэтому она влюбляется, она думает, я без этого не могу жить. Мне нужен вот такой человек, я не могу жить без этого. То есть любовь, это когда человек чувствует божественное качество другого человека. Один послушник пришел к наставнику и говорит, скажи мне, пожалуйста, как я смогу свою жену всю жизнь любить? Он говорит, ты вспомни, как вы встретились. Вспомни, вот вспоминай детально, как ты на нее смотрел, что ты видел в ней, что чувствовал, как воспринимал. Вот такой я считаю ее всю жизнь. Больше ничего, что ты видел, это для тебя не должно иметь никакого значения. Вот то, что ты тогда чувствовал, это и есть главное в человеке. Все остальное тростепенное. Вот то, что ты любил, то и вспоминай. Тогда любовь между вами будет всю жизнь. Потому что если ты божественное качество человека будешь всегда помнить в своем сердце, ты будешь его благословлять. А он, если божественное качество жены будет помнить, она будет красивой всегда рядом с ней, нежной и ласковой. Потому что любовь бывает только между божественными качествами. Между человеческими качествами любви не бывает. И поэтому уважение, что такое уважение? Это видеть божественное в человеке. Вот что такое уважение. И надо женщина должна себя заставлять, потому что еще действует судьба. А судьба что делает? Она заставляет тебя видеть человеческое в человеке. Судьба будет тебе показывать, она ленивая, она ленивая на жену. Она беспокойная, она беспокойная. Она глупая, она глупая. Судьба тебе будет показывать. А на твоего мужа судьба тебе будет показывать, он упрямый, он упрямый, он упрямый, он неряшливый. У него вредные привычки, вредные привычки. И так далее. И ты будешь, любовь будет таять от этого. Судьба разрушает любовь. А если человек, несмотря на это, все-таки помнит, вспоминает, божественное качество вспоминает, то тогда судьба никак не сможет повлиять. Поэтому борьба в семейной жизни означает борьба между памятью, которую тебе Бог подарил, вот этой любовью, влюбленностью, и между тем, что ты видишь. Если человек поддается этому, разочаровывается в близком человеке, его видение становится низменным, любовь заканчивается, семья разрушается. Разочарование приходит, означает, что ты не справился с судьбой. Судьба стала сильнее теперь. Но если ты помнишь божественное качество человека, тогда никогда не будет, ну, когда всегда будет счастье в личной жизни.